Всем дорогие друзья, с вами Даваска. Сегодня мы сделаем обзор на все бархатные тяги в игре Free Fire. Что такое бархатные тяги? Давайте объясню для тех, кто в этом вообще не разбирается. Это форсится сейчас во всем ТикТоке, Инстаграме, в Ютубе, везде, где только можно. Объясню для тех, кто не понимает. Есть обычная обувь, а есть неказистая обувь. Ну вот вы видите примеры сейчас на картиночке. И также у нас в игре есть обычная обувь, которую я всегда ставлю в приоритет и только с ней собираю сеты. Но также у нас в игре есть немного неказистая обувь, которая прям подходит под это описание. И давайте мы сейчас заделаем обзор абсолютно на всю такую неказистую обувь, которая есть у меня на складе. Всем приятного просмотра, кто кушает, то приятного аппетита. Погнали! Блядь, что за тяги? Такие бархатные тяги, ребята. Фуф. Кефтеме. Также эту обувь можно оценивать по шкале кефтеме. То есть есть от 1 до 10. Ну что ж, давайте приступим. В принципе, все кроссы, которые у меня в избранном, они нормальные. Вот эти не подходят, потому что это, в принципе, тоже красивая обувь. Давайте листать и смотреть. Это, в принципе, тоже хорошие такие черно-желтые сапожки. Это черно-фиолетовые сапожки, поэтому тоже может наоставить. Так, что у нас тут есть? Ну, вот это, в принципе, интересное. Но по шкале неказистости, это по шкале кефтеме хорошо. Ну, где-то 2 из 10, потому что это, ну, в принципе, более-менее неплохая обувь. А вот это уже твердая восьмерочка. Ну, потому что, ну, посмотрите, какие бархатные тяги, да? Дальше идем. Что у нас тут еще есть? В принципе, самая обычная нормальная обувь. Вот это обувь из, по-моему, первого основного сета смайла. Ну, на тройку из 10 где-нибудь. Идем дальше. Вот такие вот тапочки. Ну, давайте им поставим 5 из 10. Идем дальше. У нас что тут еще есть? Вот такие, не, вот это вообще очень хорошие сапожки. Поэтому их мы сюда включать не будем. Так, идем дальше. Что у нас? Ну, сандалики, это тоже понятно все. Вот такая обувь. Ну, в принципе, можно ей поставить 2 из 10. Потому что это, в принципе, нормальная обувь. Но она не сильно популярна в игре. Поэтому давайте продолжим искать. Дальше у нас идут вот такие вот, ну, не сильно, конечно, цыганские, да? Но такие белозолотые туфельки. Вот это уже подкарадульки прямо хорошие. И можно поставить 7 из 10 по шкале КФТМ. Дальше. На такое мы уже делали обзоры. Это, опять же, восьмерочка. Дальше вот такие вот. Но это уже в натуре бархатные на ясяге. Посмотрите на вот эту обувь. Получается тут еще на язычке есть какие-то синенькие вставочки. И давайте тоже восьмерочку поставим. Дальше обычные белые с черным туфельки. Дальше сапожки. Вот такие. Ну, опять же, они не подходят. Потому что это, в принципе, идут самые обычные такие большие ботиночки. Под которые можно собрать довольно-таки неплохой сетик. Дальше. Вот такие вот кроссы. Это уже прям 6 из 10. Потому что, ну, они как бы слишком сами по себе огромные. Они вот с этого набора идут. Под них довольно-таки сложно подобрать идеальный сетик. Но шестерочку, я думаю, они заслуживают. Дальше идем. Вот такие вот. Ну, я такие огромные кроссы. Даже вот эти, вот эти, вот эти, вот эти. Я называю их говнодавами. Потому что они огромные. В них прямо можно шлепать только так. Дальше идем. Вот такая вот серия обуви с инкубатора. Опять же, они более такие футуристические. Поэтому давайте им поставим 3 из 10. Дальше. Вот такой вот трескин первого тайного магазина. Ну, давайте тоже где-нибудь 2 из 10 по шкале КФТМ. Потому что они такие, ну, в принципе, более-менее норм. Но, опять же, я не видел, чтобы люди с ними собирали сеты. Вот это кролик. Вот это уже в натуре бархатные тяги. Ну, вот им можно девяточку поставить. Потому что они более такие, ну, прямо подходят под описание этого слова. За это мы уже говорили сегодня. Вот такие вот туфельки. Ну, вот это уже семерочка. Опять же, это коллаборация с Аргнарьком. И я не видел, чтобы люди собирали основные едики сеты с ними. Опять же, вот эти сапожки норма. Мы не будем их включать в сегодняшний список. Потому что если собрать сетик на тему постапокалипсиса, то они довольно-таки сильно будут в тему. Это, опять же, говнодавы. Что вот эти кроссы, что вот эти, а не бархатные тяги. Поэтому пропускаем. Дальше, ну, вот это тоже довольно-таки неплохая обувь. Вот это, ну, это подкрадульки такие хорошие. Поэтому, ну, в принципе, я даже не знаю, что с ними можно собрать. Но вроде как они довольно-таки неплохие. Вот это, опять же, заостренный носочек. Это вот прям то, что надо. Это мы ставим, ну, давайте, 7 из 10 по шкале КФТМ. Вот это уже прям, ну, не мощнейшее, не мощнейшее. На девятовечку они пойдут. Что вот эти, что вот эти. Ну, прям посмотрите, какие бархатные тяги в натуре. Опять же, это что-то футуристическое. О, опять же, что-то типа похожее вот на это. Поэтому мы тоже давайте девяточку поставим. Потому что, ну, посмотрите, какие бархатные тяги. Так, вот точно такие же, только розовенькие. Опять же, девяточку. Потому что дальше, дальше будут еще лучше. И только лучше в игре, по моему мнению, я дам им оценочку в 10 из 10. Идем дальше. Вот такие вот. Ну, вот это туфли, кстати, хорошие. Если подобрать под до них хороший классический костюмчик. Черно-золотой, черно-желтый. Либо чисто черный и желтую причесочку. То будет довольно-таки неплохо. Вот они. Вот этот топотули прям. Ну, это тоже 9 из 10 пока что. Потому что я, опять же, сынаю бархатные тяги, которые смотрятся лучше. Это тоже 9 из 10. Опять же, заостренный и закругленный носочек. Прям посмотрите, как все это смотрится. Идем дальше. Вот такие вот топотули. Ну, опять же, им давайте... Ну, вот этим хочу поставить 7. Потому что они довольно-таки интересно смотрятся с черной футболкой. И с черными шортиками. И даже с черными штанишками. И вот как-то так это все выглядит. Дальше. Вот такие вот туфельки. Им, опять же, 9 из 10. Потом у нас идут вот такие вот плюшевые тапочки. Опять же, это не бархатные тяги. Поэтому мы их пропускаем. Во! Вот это идеально. Но, опять же, 9 из 10. Потому что у нас есть еще лучше. Но вот такие вот прям интересные. И по-своему даже симпатичные. Дальше идем, в принципе, самая обычная. Но наебовь вы готовы увидеть, да? Бархатные тяги. С оценочкой 10 из 10 по шкале КФТМ. Вот они. Вот эти галоши. Ну, посмотрите. Ну, вот это в натуре бархатные тяги. Ну, просто что-то с чем-то. Это просто идеально. Я даже не знаю. Я встречал людей, которые только в рофл играют в этой обуви. А чтобы собрали сет на постоянку с ними, такого я еще не встречал. И надеюсь не встречал. Дальше у нас есть вот такие вот. У нас же где-то были похожие. Но с какими-то или мартышками на обуви. Либо что-то еще. Ну, вот эти довольно-таки неплохие. Поэтому мы их пропустим. Дальше у нас есть вот такие вот. Ну, это один из 10. Потому что, ну, в принципе, норм. Но, опять же, что-то сюда подходит. На это мы уже разбор сегодня делали. Потом вот это истинные цыганские туфли. И им тоже девятую очку можно поставить. Потому что эти золотые длинные носки. И, ну, блин. В свое время, когда мы собирали рофельные сеты. И в них играли. Мы собирали чисто цыганские сеты. И основой этого сета были вот эти вот туфельки. Ну, потому что посмотрите на вот эти подкрадульки. Вот это в натуре бархатные тяги. Прямо настоящие бархатные тяги. Идем дальше. Вот это просто огромные говнодавы. Сюда они вообще не подходят под эту рубрику. Идем дальше. Туфельки, опять же, самые обычные. Во! Закругленные носочки. Ну, вот это прямо, ну, я не знаю. Даже на семерочку не тянет. Поэтому давайте шесть из десяти. Во! Вот я про это говорил. Вот это тоже хорошие такие бархатные тяги. Вот в таком вот наборе они были. Вот им я тоже хочу поставить десять из десяти. Идем дальше. Вот это тоже шедевр. Вот этому тоже десяточку. Ну, это в натуре бархатные тяги. Посмотрите. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, идем дальше. Смотрим, что у нас еще есть. Ну, мне кажется, вот эти огромные сапоги сюда вообще не подходят. Поэтому это просто сапоги. И если вот эти, они как-то хоть интересно смотрятся, опять же, интересно в рубрике «Бархатные тяги», да, именно в этом видео, то вот эти как-то скучновато. Поэтому мы их пропустим. Ну, давайте двоечку им дадим из десяти. Опять же, вот такие вот туфельки. Мы, по-моему, давали им девяточку выше. Вот такие чего-то у нас еще есть. Бархатные тяги. Вот это тоже. Посмотрите на вот этот шедевр. Вот на этот шедевр. Уф, какие. Ну, давайте семерочку поставим. Что вот этим, что вот этим. Опять же, вот такие вот бархатные тяги у нас в игре присутствуют. Можно десяточку поставить. Видим, опять же. Дальше, ну, это кролик. Это, в принципе, более-менее обычное. Самурайское мы не трогаем. Опять же, десяточка. Посмотрите на вот этот шедевр. Это великолепно. Дальше, сапожки. Ну, это сапоги такие пиратские. В принципе, их носили в жизни, в средние века. Поэтому это мы пропускаем. Вот это тоже самое. Дальше, что смотрим. Ну, вот это не бархатные тяги. Но, в принципе, на два из десяти, я думаю, оценить можно. Вот эта обувь. Это вот такой вот наборчик. Ну, давайте тоже где-нибудь эти два из десяти поставим. По нашей замечательной шкале, которую я придумал именно для этого видео. Идем дальше. Но, в принципе, тут остались только самые обычные ботиночки, туфельки, которые уже не актуальны под эту рубрику. Вот такой вот небольшой, но рофельный видосик у меня получился. Я решил его заделать, потому что я прям чуть ли не каждое четвертое мое видео в ТикТоке. Это про бархатные тяги. И в Инстаграме тоже прям все в них. И, соответственно, мои знакомые очень сильно угорают со всей этой темы. Я думаю, что вам это видео должно понравиться. Вы хотя бы чуть-чуть улыбнулись. И вашу пятницу я заделал чуть-чуть веселее. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. И да пребудет с вами скилл. Продолжение следует.